Потому что именно ты, мой основной сокастер, мы комментировали игру, где команда, которая была слабее заведомо, чем оппонента, взяла Шторм Спирита с Crystal Maiden и раздавала там очень-очень жестко. И вот здесь, правда, будет неплохо. Но, во-первых, у Тим Макса еще имеется один бан, не будем забывать. А пока у них... Во-вторых, это не единственный герой, который получает хороший забуз от Crystal Maiden, поэтому есть вероятность появления Бристалбека дополнительно. Абсолютно верно. Бесконечные маны против Чена, против Клоквера, против Мастера. Он против всех них заходит замечательно. На самом деле, даже не так. Пока что пик Тим Макс пробил дно. Маза, я закончил. Проблема не в Клокверке, а в общей концепции героев. Замес и всего прочего. И набирают ВТСФ, чтобы он набил как бы себе душ. Вначале вышел сильным. Но это все еще не делает конкурентоспособным такую связку саппортов. Хоть с чем-нибудь. Берем. Отрезает возможность Клокверка пойти в третью позицию. У тебя получается Клок 4, Чен 5. Ну или даже Клок 5, Чен 4. В любом случае, ты оставляешь две линии, а то и все три своих линий коров слабыми в моменты отсутствия Чена где-то рядом. И играть от того, что ты постоянно в опасности при атакующем стиле саппортов противника, потому что что, Кристалл Мэдлин выходит, дает тебе новую, типа драка началась. Что тут, как кидающие шарды, драка началась. Тут, ну, в общем, будет тяжело за всем этим поспеть. Просто по простым перемещениям. говорят же о том, что нужно будет какие-то скиллы кидать, как драться и что-то давать. Заванили. Манки Кинга, чтобы не было проблем в легкой линии у Андерлорда. И посмотрим, будет ли у нас штурм в бане или нет. Потому что на самом деле сэв под душем и четверма в рамках линии не так плохо. И хотя бы как-то успевает набрать себе Нетверса что-то поделать. Просто подток в том, что делать дальше. Что делать дальше? После этого линии заканчивается, потому что у них нормального замеса. Нет, ничего нет. И я вот, кроме, наверное, Свена, вот не могу придумать героя, но может быть, Леконтроп еще. Но он звание, который мог бы здесь хотя бы как-то на это все повлиять. Манки Кинга же они использовали, да, Манки Кинга? Манки Кинга в прошлой серии у Меркли. И это были Аджип. Осталось 5 секунд. Так, хорошо. Ну, Свена не возьмут, Свена сейчас вообще почему-то все игнорируют. Кстати, Мить, почему Свен вообще пропал? Да был недавно. Ну, что значит был? Знаешь, это один раз из ста, но вообще... Ну да, ну то есть хороший герой, то есть на АВИ его не берут, например, ВП берут. Просто играют реже, поэтому он реже появляется. Весь команда просто привыкли к каким-то привыкным героям, поэтому стараются именно их братья. Я не знаю, мне тоже Свен, честно говоря, нравится. Ну ладно, давайте не будем, что нравится нам, поговорим о том, что нравится им. Мы с тобой, Митяев, прочитали. Было очевидно, что Крислава это неспроста появляется и было бы неплохо ее забустили. Другое дело, что это было очень для нас, но почему-то не очевидно для Ронга, который три игры из четырех оформлял шикарнейшие пики и там проигрывали на исполнении, а сейчас выдал ужаснейший пик и не догадался о такой вот простой штуке. О том, о чем догадались мы. О том, о чем догадалась я. Понимаете? Самая-то проблема в том, что он настолько не догадался, что мы уже с ним успели, что у него пять героев. Ноль контроля. Из пяти, которые ничего не могут что-то ему сделать. И как бы здесь эта игра ни шла, насколько бы плотность их не доминировала, вероятность их победы крайне мала, потому что я даже проигрываю два слота, что он может просто летать по кулдауну и разваливать вот этих всех героев, потому что его наказать за это не могут. И при покупке только разве что какого-нибудь, я даже не знаю, то есть нулифайер, тернул, наверное, хекс, арчид и нулифайер с обисием. Вот такой сетап слотов хотя бы как-то позволено. Тут нету героя, который может себе такое вообще... Ну, кто тут орчит будет собирать? На какой слот? Вот именно, тут очень сложно что-то придумать. Не знаю, подумать про хекс, но он тут просто тоже очень нескоро должен быть, поэтому здесь Шторм Спирит просто король этой игры. Во-первых, они отдали Ама, опять же, его гирокоптера, но на это ладно уже, там нужно других героев банить, а далее, с гирокоптером еще можно как-то воевать, несмотря на то, что он сейчас хорош, силен и все в этом духе. Так, на секундочку, LGT у нас рейтинг. Я бы все равно сказал, что даже если бы не было гирокоптера, вместо него, допустим, был какой-то гирой попроще, который реже выигрывает, все равно LGT должны именно на скелле потащить. И, что интересно, это то, что Xнова, играющий на Ваунти Хантере, пересел на Crystal Maiden, а F5 будет играть на Tuscari. Я думаю, это связано с тем, что F5 просто гораздо более высокого уровня исполнитель. Просто тащит. Ну, на Tuscari нужно уметь исполнять, шарды хорошие ставить и много чего, и там тоже Snowball по таймингу. А Crystal Maiden, ну, согласитесь, на ней как бы что-то колбу должен уметь исполнить. Или там... Ну, то есть правильно передвижение, какие-то слоты играешь. Опять же, не заканчивается, когда ты берешь... Это все понятно, но, опять же, если сравнить, опять же, с Tuscari, то Tuscari сложнее героя, чем Crystal Maiden. Есть такое... Особенно в начале, а именно начальная стадия сейчас очень много решает. Сейчас мы посмотрим, насколько они готовы играть. Ну, вот Чен уже готов играть. Ой, ну, кстати, их Коги отличные были. А я не совсем поняла, почему он Флэккэнон решил. Я думаю, что сейчас просто будет Роккет Бараш в Frostbite. Ну, решил таками сделать. В итоге разбежались все, кто куда может. Креставарин, скорее всего, сможет дать колбы и отойти, если она ошиблась. Она, кстати, очень долго не давала ее, что очень странно. Теперь вероятнее всего умрет. Так оно и случилось, и при этом Гирокоптер тоже никого не наказал, и имеем, что имеем. Плоховато все сделали. Ладно, не критично, но тем не менее. Первое, что мы будем отмечать, кстати, еще и Гирокоптер закрыли, что немаловажно. Брюмастер клэпнет, и Аме подстрял. Еще буквально один удар, но... Как вы думаете? Все обошлось. FY с шикарнейшими шардами спасает ситуацию, и буквально на одном ударе Гирокоптер отсюда уходит. Два момента, которых стоит ответить. Первое, это они решили напрягать бот, и они смогут его напрягать, если они будут именно тут втроем так тусить. Второй момент, это Джиггернаут, ну нет, уже Клоквер притянулся на топ. Джиггернаут против Андерлорда, и тот и другой должны фармить. Вот как-то так. Если еще наличие Клокверка, возможно, Андерлорду помешает. Но и третье, у СФ, конечно, будет хорошая линия, потому что он сразу пришел с душами, соответственно, Шторм в этом плане уже, ну, не особо сможет на линии комфортно себя чувствовать. Три линии у Тима Макс будут хорошо стоять. Возможно, будет хорошо стоять, потому что, опять же, все будет зависеть от личностного исполнения. Допустим, в СФ пришел с душами, казалось бы, 2-4 Докпурона, а при этом у Мэйби 6-2. И первых Крикстаток на карте. Я про то, что вот, как так вообще получается, что парень, вот, имея плюс 24 урона, не может ни одного крипа, задинать лишнего и так далее. Вот сейчас с большим трудом уводя крипов под вышку, и та, она не справляется, он двух крипов распустил. Но как так? 8-9-7. Что с тобой не так? Ну, это плохо. 76 урона это тот демидж, которого с большим запасом хватает для того, чтобы делать все, что угодно, просто заминировать на линии. Тем более, в Рифшторма, который вот в рамках именно вот этого еще пока что лоу-левела не очень хорош. Я расстроен. Ну, как-то да, слабовато, если честно. То есть, ты берешь Клокверка, ты берешь Сэфа, ты рассчитываешь, что твой Сэф будет выигрывать линию очень жестко, а он не очень жестко. Он совсем не жестко. Тут еще, кстати, закрывают Сэфчик. Ой, неужели он еще убьет? Успеет. Успеет, подспас его. Ты серьезно? Это Фай. Он просто успел. Дал ему фраг именно. кстати, посмотри, сколько времени. Ты просто посмотри на золото. Это как вообще? Это вот так работает сейчас. Вообще странновато. Нет, это не может быть так. Это может быть так, потому что они получили за Клокверк на двоих деньги, а я Сэф получил в соло. Офигеть. Ты просто посмотри, 426 золота на третьей минуте. На второй. Вторая-треть минута. Был топ-1 Этвардс. Это очень много золота. Просто если бы неожиданно здесь не было и соло бы сделал фраг мэйби, он получил бы тоже цифру близкую к 300+. 300+, но это 400+. Это все равно из того, что он получил 162 голды, он отдал 400, а не 500. Я конечно очень удивлена. Нет, я сейчас тоже когда этот патч вышел, все смотрели, работали над этим и смотрели, как это будет распределение в нападении миди на СФ. СФ серьезная проблема, 897-й и буквально один удар, но он отопивается, он фласочкой на развороте фай не сможет в данной ситуации. Хорошо сыграл, отпился флаской, слишком далеко зашли, теперь еще шторм спирит отъедет 1-4. Дайер ведут. Слишком переагрессировали, здорово СФ смог отрегениться с помощью флаской, там один удар был оставался, но он зашел в... Еще кстати забавно, что регенчик, повезло, что такое повезло и как с этим работать. Ну, я по поводу этого патча, когда все изменилось, я ожидала, столько золота за героя, то есть у него не было там особо жесткого стрика, он взял и получил. Привыкай, теперь это так работает, там задувает в боте Чен с АВХ, неприятно, конечно, стоять против вот такого подхарасмента, но при всем при этом не так плохо есть на других линиях, там Файл врывается в рая, закрывает его, да, и все у них получается сделать. 2-5. 2-5, и сейчас давайте посмотрим, ну вот в этой ситуации на самом деле у Фая сложно все, знаешь почему? Потому что с андерлордом ты, я лично не представляю, как вы можете убить Джиггернаута, ты должен прям... Ну я имею ввиду на стадии лайнинга, что вот сейчас он четверка, на шторме тоже сложно прийти и убить СФ, потому что СФ во-первых, сейчас еще и по уровню опережает, и просто шторм немножко послабеет, и его подкатываешь, и тут пойдут рейзы, и как бы тебя и твоего тиммейта не убили, то есть опасно. Поэтому единственная линия, на которой он как бы в теории может что-то делать, это бот, но здесь вот как раз делают уже что-то с гирокоптером, пока Клокер привлекал внимание Тускара, он не мог в двух местах одновременно оказаться. Кристал Мэйден тоже именно на него отдавал Фростбайт, соответственно, как мы видим. Гирокоптер минус и 2-6. Опять же, теория линий у них выигрывается. Вот все, по-моему, если я не ошибаюсь, вот это четвертая карта, к которой мы с тобой комментируем эту команду, и все четыре карты, они хорошо линии стоят. А дальше у них проблемы. Но что делать дальше? Да, но сейчас у них еще и Чен, то есть Чен тяжело проверять линии, и они вот, я бы не сказал, что прямо доминируют, то есть они вроде бы не так плохо себя чувствуют, но не выигрывают их еще пока что. Дается сделать пару фрагов, сейчас на первый рай опять оказывается совсем из позиции, бежит за ним Чен, и удастся, я думаю, что сделать фраг не успеет. Но проблема в том, что теперь заберут Шторма, и это гораздо более важный фраг, потому что даже и по золотам можем посмотреть, и, конечно, по тому моменту, что Шторм теряет драгоценное время, а СФ в это время спокойно фармит на линии, может отправляться в леса, подфармливать, вообще может делать все, что ему угодно. У него и крипстат уже, соответственно, 33 на 29, но не забываем про Коги от Клокверка, который он убивал, поэтому там сразу минус 12 заденайных крипов. СФ Инвиз взял, 5 миди, Вызыв для Джаггернаута, 6 уровень имеется, Underlord 7, собирает себя в Форстаф первым артефактом, это связано как раз непосредственно с наличием Клокверка в вражеской команде. Ну, смотри, на стакла ЛЦМ-ка довольно много, и рана самое главное забирает сейчас герокоптер, пытается воевать, и Мэйби еще раз ошибается, чем уже у него был 6 левел, да, но вот, когда такая штуковина случается, ты с этим обычно ничего не можешь поделать. Кстати, теперь знаю, наверное, про Вижн, но тут хорошую, на самом деле, Вижн поставили. Это вард, один из лучших, правда, снимает его достаточно часто, но тем не менее, вот еще второй вард. ПТ для СФ-чика постановится поплотнее, ну и 2000 опережают. Давайте переключимся на надворсы. На первой позиции, что удивительно, кстати, андерлорд находится, вот ему в этой игре дается, как не фри линия, но он один-один стоял, но вот они вместе с СФ-ом меняются. И внизу сейчас что-то будет интересное, скорее всего, что тут имеется андерлорд. У андерлорда есть ультимейт, брюмастер, находят они и андерлорд сразу решил отсюда ретироваться и правильно он поступает, потому что тут могло все это закончиться еще хуже. Но можно брать с собой ЦМ, но счет их снова решения не в сторону, не в ту сторону поворачивать, в итоге забирает свой ух, но погибает сам и он сегодня седьмой, делает еще один фраг и сюда перетягивает ЦФ-уай. Ну зачем? А зачем он сюда серьезно перетянулся, наверное? Мы пока не спалили, может планироваться какое-то еще под СФ-ти-репорт все-таки у Шторм Спирита есть Аркан Руна в баттле и в рамках какого-то нападения может импер ворваться и помочь сделать какой-нибудь фраг. Но пока выглядит так, как будто бы ФА его нашли, пытаются забрать, он уворачивается от Кайла, пытается убежать, но пошло пивко, замедление и он погибает. Ну да, вот он Шторм и сейчас должен забирать с седьмого. Фит во благо. Ну, непонятно, потому что есть такой неплохой герой как Чен, который просто телепартнер СФа на базу, в итоге Шторм потерял время, не сделал фраг и как бы еще его не забрали. Ну да, получается. Хотя бы живет. Преимущество становится уже около трех тысяч. Вот тебе 3.11. Посмотри, вот на Дворсы. Я всегда говорю по первой четверке, судит, да? И вот три игрока относятся именно к Тим Дайр. Так что еще и Тавр сейчас можно, кстати, забрать, потому что я не думаю, что после такого провала ЛДД захотят его дефить. Хотя был тут Андерлорд, но он понял, что походу лучше отсюда опять идти. И вообще лучше бы уже не приходили, отдали этот Тавр. Так они и подфидонили, конечно, знатно. В миде Клокверк, вкатывается на него Тускар, но Клокверк живет. Очень хочет получить шестой левел Рай. Ноби говорит Зип, но пока что не реализует своего героя. 2-4, не тот, наверное, счет, с которым он привык играть, учитывая, какой был хороший старт, то, что они смогли перестоять на двоих СФ-а, смогли убить Клокверк, и потом на СФ-а вкатываются, закрывают кулдауна от гирокоптера. Очень неплохо СФ-а, надо сразу успеть зафокусить и получается это сделать. Фраг просто Цемочка с руки его добивает. Фай очень лоу, Киндавра смогли убить и в итоге у нас СФ-а убили, все выжили. Фраг, правда, повезло, что достался Цемочке. Ну, да ладно, и на варды деньги тоже нужны какие-то. Сейчас, может, Транкилл и себе купят или что-то в таком духе. Так, фраг сделали, Стрик сбили, при том, как вы понимаете, линотворство у него очень неплохой, но Джаггернаут, не будем забывать про этого персонажа, которому должны уже лететь драмы. Кстати, вот, решил так интересно собраться, если по всему. Необычная для Джаггернаута. Хотя, драмы сейчас чаще и чаще появляются вообще везде и на всем. У Бремастера очень близок Блинк. Джаггернаут Амнислэш имеется, все есть. И Смоки. Наверное, Кокверка есть уже шестой, и раз они двое вам прожимают, да, есть шестой. На Андерлорда кстати, опасно, они решили вниз пойти. Герокоптер самая приятная цель для них, то есть они с Амнислэшем 100% его убивали, и все-таки на деф у него ничего нет, но Герокоптер скрылся с горизонта, они решили выйти в мид. Напасть на Андерлорда? Но здесь у нас находится Тускар. Он не спасает его, хотя выталкивает и его... И выталкивается, в итоге получается размен Тускара на Клокверка, но это еще не конец, потому что пошел Омнислэш от Джаггернаута, и у Амни серьезные проблемы. Минус Амни, размен 2 в 1, они дальше идут за Андерлордом, Андерлорда поднимают ветра, Андерлорд и урона хватает. Это даблкилл для СФа размен 1 в 3 и скорее всего минус Тавр. Я не очень понял ситуацию с тем, зачем они подходили. Вот, то есть, допустим, вырываются 4 человека, ты их прекрасно видишь, откинулся в Фейштром, у тебя уже умер Тускар, и тут Геррокоптер говорит, парни, смотри, что могу, и выкатывает с Баражом на Джаггернаута, по которому мне слэш. Я тоже этого момента не понимаю. это не закончилось, он погибает, отдает вышку, сейчас, скорее всего, будет быстрый выход на шан, который тоже должен закончиться успешно. Хоть и контролирует этот вопрос, я просто не знаю, что у ЛЖД есть чем драться. Все-таки, слабоват пока, и Штурм Спирит слабоват пока, и ЦМК, но пытаются. И Файф закидывает шарды, дает видишь, Андерлорша, кстати, должен закидать туда Файр Шторм, где-то уже поопаснее, врывается в них снова. Кстати, ЦМК раскастовала ультимейт вполне неплохо. Ну, нужен кулдаун от Герокоптера, они вместе, просто смотрите, как здорово стали. Но Хилинг Вард работает на ура, они полностью уже отрегенились, и Ама без ресурсов Форстаф от Андерлорда его не спасает, хотя дал немножко пожить. Вот Хилинг Вард сыграл просто очень круто, как бы это забавно не звучало. Хендов Гад и Урда. Полностью отхитились, да? Захиливают, да, и пытаются дальше, как-то зонить, откидывать, вообще большие проблемы, но на Даггерах, на ультимейтах, на всем прочем пока врываются, раскручиваются Джигернаут и необходимо бежать. Мэйпин, Фулману влетел, будет добивать СФА, справляется. А вот дальше? Ну, а дальше обратно влетает у него готова Кая, поэтому теперь кончается не так быстро. Кая есть, и Кая спасается, Амка улетела, забрали СФА, ну, и ЛЖД просто непонятно каким образом, честно говоря, в ситуации, ну, Омни Слэш, например, и скорее всего, вот те два человека, которые улетели, Кристал Мэйден спаслась, если я не ошибаюсь, и Тускар, по-моему, вот здесь они стояли, они бы скорее всего погибли, был бы Омни Слэш, но Омни Слэш и не было. В Смоках, делается ли телепорт от СФА, после смерти, поэтому души неполные, здесь также находится Чен, ну, и вот опять же, нападают сразу же на СФ-чека. Чен подходит, но он в этот раз не успеет его затпшить, еще показался, кстати, так можно еще и убить самого Чена. Но тут врывается клопверк, хуйшота, закрывает Ускара, также прыгает в бремастер, у него имеется ультимейт, забрали уже от Ускара, замес разделился, но Чена все-таки осилил Шторм Спирит и смог улететь, а вот СМочка уже, к сожалению, отсюда никуда не денется. У него есть ультимейт, может быть, как-то можно было аккуратно мне замансовать, какая-то сегодня мерка сделал, но не получилось, ее находят, ее убивают, но на самом деле не так и плохо, то есть, вот, как бы, если абстрагироваться от падения вышки, вот этих кучи сумбурных драк, долгого Рошана и так далее, на Нетверсе, если переключиться, то у нас на первом месте кто? Далеко не СФ, и с большим отрывом уже от него идет Мэйби, 7000 набрал, и это жестко. А вот сейчас очень такой забавный момент произошел, Джиггернаут с помощью имени Слэша был Андерлорда, и при том в ультимейте, так что и ультимейт кулдаун, и они до сих пор хотят забрать Рошана, но здесь Шторм летит на Клокверка, Коги отличнейший ударяется, и использует стики, придется отсюда улетать. Гирокоптер, следующая цель, но Омни Слэша уже нет, поэтому у нас Джиггернаут так нагло не может стоять. Пошла ракетка на Вижен, Клокверка, хукшот имеется, Брюмастер прыгает, пошел кулдаун, Амэ, серьезные проблемы, Амэ, еще буквально один удар, Амэ, Тускар его сейвит, неужели он выживет? Просто неужели он выживет? Он выживает на... Посмотри, каком ХП ушел, это уже с урной, но здесь еще замес не заканчивается, разбираются у нас с Кристалмейден, серии убийств для Джиггернаута, но закончилось все гораздо... увидит пока что игру, он мог бы ворваться, убить их уже всех, но он доформил в лес, и сейчас продолжает этим заниматься. Шторм? И из-за того, что делает... Да, Шторм, он просто делает это на вражеском Вижене, поэтому они просто понимают, что его в драке нет, и ничего не боятся. Нет, он же, когда с Клокверком дрался вот здесь, он остался без маны совершенно, это он Патрегинеса уже. Но, кстати, тут Коги вряд ли помогут ему выжить. Убивают, также подставляется тускарь. Не Коги, не Шарды, тут с одной стороны Шарды, с другой Коги, и в этот раз Шарды не помогли, а Коги помогли. Проблема в том, что Андерлору также приплывал, но имеется Форс, который нужно делать. Так, все, все хорошо, Форс сделал. Но Хеллвард его опять просто нечем сломать. Вот именно, Хеллвард вообще просто. Нет, обычно у тебя есть Шторм, который может себе позволить влететь, потому что его нечем ловить и сломать, и улететь, но сейчас он этим заниматься не может. Как бы еще говоря, странное решение пока что принимает Мэйби в плане выбора героя для фокуса, в плане нахождения своего героя, в плане позиции, потому что, на самом деле, если так посмотреть, то Брюлмастер, Клакверк и Чен, это три героя, которые сейчас пока еще не делают какое-то сверхогромное количество урона, в отличие, допустим, от СФ или Джиггернаута. И почему бы каждый раз просто не верваться на фуллмана в СФ и не убивать его и не улетать после этого, для меня остается большим вопросом. Сейчас не так просто это будет сделать, потому что появляются Юл у СФ, и уже не так легко. Тем более, но из плюсов хочу заметить, что LGD до сих пор не дали Тиммак забрать Рошана. Вот все это, то, что происходило, вы помните, как долгое это противостояние, все, считай, возле Рошана было. Так, влетает у нас Брю на Тускара, Фуай, поднимает его на ветра. 897-й, последний удар от Чена, и фраг достается именно Чену. В это время Андерлорд вместе со Штором пытается сплетить, делается телепорт, и они уже улетают с помощью ультимейта Андерлорда. Ушли, ушли, и уже находится внизу. Занимается просто сплитом. Джаггернаут сейчас покажется, у которого имеется Яша. Выходит, в Блэйд Фьюри прожмет, но вообще, если он так выйдет, то его можно попробовать даже тут убить, потому что рядом находится Шторм. он ошибается немного. Хилинг Вард поставить? Два телепорта. Два телепорта, на ветра поднимает Шторм Спирита, отменяет ультимейт в свой СФ, боялся попасть не в тот тайминг, и все-таки со Штором сложнее, но тут Клокверк, можно пойти на перерез, и если попадет Хукшотом, эх, улетел, улетел. Прочитал, перелетел, да, и в итоге его не достать уже второй раз. Но в этот раз не так уже и плохо, то есть он хотя бы ворвался, попробовал, сбил Хилвард, и сейчас находит Клокверк, левел действуем, без ультимейта, и можно, груди, его неплохо наказать, но Фуай скорее попытался отгородиться, нежели убить, и в итоге надо бежать, потому что до приюта сюда еще и брево, у него есть ультимейт. Ну, тут три героя, Чен также подходит. Их конят, их конят. Шота, Форста, сплевает, нет, 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 есть, есть где прогрызться, у него топорик, и на развороте из-за фэншторма Чену угрона получил Папверк, и Чену приходится отехать на Двгат, но Фуай забайтился, и теперь надо выталкивать себя, не получается этого сделать. Здесь у него шансов было мало, и благодаря тому, что Тускар погибает, можно попробовать зайти на Рошана под Хилингвардом, вместе с крипами Чена, как вы понимаете, Рошана забрать можно без проблем. Позиционка, но прожимают смоки, Андерлорд пока только худ имеется, то есть у него даже пока нет там мейки какой-то или пайпа, для того, чтобы как-то команде дать буст в этом плане, с одним лишь худом и форстафом, это такие артефакты, команде не так много дают на самом деле, ну, форсом ты можешь кого-то выткнуть, но в основном тратишь на себя, сейчас вот Андерлорд использует в ультимейт, у него все в кулдауне, и, соответственно, в этот раз даже форс его не спас. Герокоптера, ну вот надо ждать появления Блокенбара, на герокоптеры, и побольше слотов на нем, потому что просто пока не наносит должного урона, несмотря на то, что у него нетворс не такой плохой, вот эти вот, скажем, действия, так, посмотрите, 8-24, смотришь на счет и думаешь, слушайте, блин, наверное, тут выигрывают достаточно уверенно и много, но на самом-то деле, посмотрите на нетворсы, они приблизительно одинаковые, то есть сейчас они выигрывают даже за счет саппортов по большей части, на СМ-очка, 2000 нетворсов, чем, например, 4-300. Сомнелись тоже, СМ-очка пока что с таким интерсом, она еще и без левела не может давать необходимую шторму ауру, то есть ей необходимо получить каким-то образом 15-й левел. Ну, а СМ-ка всегда Если я все правильно понимаю, то книжку ей тоже не выдают. Судя было бы неплохо, мы попробуем этих снова пробустить, да, специально, чтобы бафнуть шторма, потому что шторм уже с Кайей уже с ботсоном, он достаточно хорош, чтобы быть сильным, но вот ему нужна. Эта аура на нее пошло нападение, но опять же цеплять просто нечем, мэйби улетает. И выручили много времени. Но всем главное получить 15-й левел ЦМ-ки до тех пор, пока стоит Т-3 Тавра. После этого, что он спирит задефает любую базу в соло без каких-либо проблем и, скорее всего, выиграет игру. Так, ну и что, разбедаются все, аккуратненько подфармливают, очень мало вижена стоит у Т-Макси, они просто не могут контролировать никого сейчас, кроме клокверка. И вот видят тут скоро в топе, готовится выход на клоквер, на клокверке, ультимейт, но не видят, мэйби, и не понимают, вырваться, не вырваться, хотят, не хотят, в итоге вынуждены отсюда уходить. Но мало шансов, что они убьют Шторм спереди, они, я думаю, это принимают. Ну, примерно, да, и понимают, что если мы нападем на герокоптер, то Шторм тоже не будет снять и смотреть, скорее всего, ворвется, и мне очень нравится выходить в размер. И БКБ еще есть у герокоптера, который Ама прожимает, Шторм вырывается, было ожидаемо, герокоптер расправляется с Клокверком, и Ама делает телепорт в Блокенбаре, но... Да, успевает сделать степ-аут, но опять же, мэйби не взять, то есть просто нет дизейвов для того, чтобы это сделать, он берет 15-го, вылетает даже не на базу, а продолжает дальше формить. Только что, кстати, получил заряд в Бладстоун, и стоит еще и этот момент теперь контролировать, Тим Макс, то есть у вас есть Шторм, которого нечем ловить, и при всем при этом, если вы ошибаетесь, он набирает заряд в Бладстоун, и и остается только сильнее. Мека появляется на чайне. Нижнюю башню света атакуют. Вошла ракета в СФА. Да, кстати, до сих пор Саеги со мной, ну, и уфку дам. Я думаю, это одна из тех причин, почему всем пока не дерутся, потому что есть, чем бить СФА один раз, но нечего бить СФА два раза. Время показался Клокверт-миди, у него кулдаун, хукшота, здесь сразу появляется Шторм спирит, будет ли он пытаться влетать. Ну, кстати, вообще, нужно еще и базу дефить, такая ситуация. То есть, Клокверк, это полбеды, потому что пока Тускар, у него кулдаун телепорта, они снизили тертит, и... А далее... Ну, очень быстро. ...перетянуть пару героев, да, чтобы вот это... Не закончилось потери всей стороны, вырывается Бреоран, ультит, Джиггернаут вами, и попадает в серии. Ох, просто как так-то, вообще, героков сразу приходится делать байбэк, но он без Блэкенбара, теперь нужно стоять поаккуратнее, кулдауна также нет. Шторм спирит, врывается, пытаются зафокусить Чена, Чена зафокусить получается, СФ раскастовал ультимейт, СФ, именно его пытаются фокусить Мэйми, но... ...выживает, именно... ...именно Аегис. Сейчас ключевая... ...ключевой момент для Тим Макс, потому что до сих пор его не выбили. Поднимают гирокоптера в ветра, Шторм врывается, Аегис выбили, Клокверк имеется, Форстаф, нужно сразу пытаться как-то подсейвить своего тиммейта, это решили вы не делать, в итоге его отдают, но это минус 3, вразмен на минус 3, плюс 2 байбэка и бараки. Так что сейчас Тим Макс подрались очень здорово. Бэв, кстати, Джиггернаут купился, и сразу пошел стаки фармить. Ну вот, кстати, вот у Тим Макса с Джиггернаутом неплохо получается играть. Тут вторую игру мы видим, и вторую игру этот игрок неплохо себя показывает, то есть у него статистика 6-0-9. Там нападается Тим Мэби еще раз в топе, и успевает убить Клокверк, и на самом деле у него 20 рядов влсоуни, он мог бы попробовать и Чен-то добить. Выглядит так, как будто бы он мог бы справиться, а Ик снова получает в это время фулл фарм в центре, уже левел 10, все, он 7-мильными шагами несется в сторону получения этого самого замечательного таланта, который позволит им эту игру выиграть. Ну, им очень нужно. Просто вот это тот момент, когда талант на саппорте играет чуть ли не ключевую роль. Ну, знаешь, это вот во всяких там гринделках есть такая, понимаете, как какой-нибудь билд, который ты там вот собираешь-собираешь-собираешь, есть стандарты, типа просто собираю урон, просто собираю жир. А есть какие-то концептуальные, где нужно какие-то условия выполнить, чтобы оно начало работать. Вот и здесь то же самое. То есть ты собираешь шторма через СМ-ку, и тебе нужно, чтобы она получила 15-й левел. Нападение, кстати, на иллюзию. Ее удалось просто изничтожить. Красава. Справились иллюзии, но с Тавром за то, что он не справился. Я думаю, для них это опять же не является основной целью, потому что главное это не проиграть игру прямо здесь и прямо сейчас. Нельзя подставляться, нельзя проигрывать, надо дать СМ-ке левел. 11-й с небольшим получен. Хорошо. Прямо вот настолько главная цель, что все сейчас будут пытаться обмазать эту СМ-ку, отдать ей все, что только можно. Непонятно, есть ли у них книжки для нее и нападение на СФ-а. У него все еще нет БКБ. И сразу его можно попробовать зафокусить, но поднимает он себя в ветра, Чен должен давать подхил, но Шторм не хочет останавливаться, СФ-а получается убить. Следующая цель должна быть Шторм, но сюда подходит уже Джиггернаут, и Шторм побоялся давать ему стрик, потому что понимал, что будет Омнислэш, но Омнислэш не сработал, так как, наверное, планировали. Сэмочка! Умерла. Умерла. На базе рассыпалась просто, смотри, в лед. Ну, конечно, на базе рогетки жарко, лето. Так, в итоге у нас опять Шторм забирает еще себе заряди, то есть у него уже 21 заряд в Блатстоуне, и минус СФ, Чена, ну, правильно он, кстати, сделал, что не полезел за Ченом в данной ситуации, потому что вот Омнислэш его, кто бы знает, кто бы знал, чем бы это закончилось, вдруг он успел потом задонять, или что такое, заряды не хотел терять, плюс, если отдавать стриг для Джиггернаут, это вообще неприятно. СФ очень хочет БКБ. Остался только рецепт. БКБ будет, и он будет жить. Практически 12 уровень ЦМК. Продолжаем следить и держать вас в курсе. Продолжаем, да. Причем, ну, я думаю, она жалеет, что баллотируны изменили теперь. Никакого экспириенса они не дают. Не знаю, мне кажется, немножко было бы неплохо оставить, на самом деле, кстати. Ну, было бы неплохо, про то, что в рамках получения ИКСП в первые действия, это еще как-то вот можно списать на то, что больше опыта сейчас дает тебе книжка, но дальше-то цифры совсем другие, книжка уже не покрывает ту ИКСП, которая давала баунтируна. и это, конечно, серьезная просадка, которая заметна в таких играх, потому что те герои, которые могли бы их брать сейчас ходить, они уже были бы сильно выше по левелам, а теперь они не сильно выше левелам, потому что нет возможности. И смог атак, и гиры, кстати, может быть, сейчас разревелят все это дело, у него есть бы Шторм. Должен был увидеть. Поставили. Должен был увидеть. И ракетка вырывается на Ахуая, хукшот, Коги, это минус. Врага остается. Но они решили драться, потому что хороший кулдаун, сразу же забирают Чена и дальше идут за Клокверком. Но здесь очень неплохой был бы подсейв, правда проблема в том, что это... А, он не успел заданяться, да? Успел заданяться, он просто словил Арчи, тут Джиггернаута, понял, что что-то пошло не так, летать не получается и нажал Динай. Ясно. Поскольку заряда в Бассоне было очень много, он уже жив и готов рваться. Дальше вот это делает, рвается в ремастер, и совсем не потайно в голове головы. И получает Арчид опять, но в этот раз неужели хватит урона? Хватает урона, две смерти по три для Шторм Спирита. И это только, вот только появился Арчид, сразу его реализовали, просто, знаешь, на максимум. Просто полностью Арчид отбил сейчас вот этим действием. Это монстр килл для него, дабл килл, и, наверное, не стоило в такой ситуации драться. Хотя кулдаун там неплохо заезжал, на самом-то деле. Из плюсов то, что еще нет Рошана. Подожди, а почему? Гирокоптер. Такой себе плюс. 70 секунд в таверне. Возможно, потому что он умер от того же самого Джиггернаута. Нет, подожди, что-то как-то долго совсем уж. 20-го уровень. Что-то показалось. Это связано с тем, что у него был, когда ты давно, сделан байбэк, и еще 2 минуты у него будет кулдаун этого самого байбэка. И когда ты находишься с кулдауном байбэк, у тебя респ тайм увеличивается. Поэтому это норм. Я, на самом деле, честно, просто забыла, когда он делал байбэк. Забыла, когда он умирал? Да. Нет, когда байбэк делал. Ну, когда умирал. Это очевидно, что 6 лет назад это было. Сейчас прям вспомнить захотелось вам. Ладно, самое главное, что появился Рошан, забирает его, и вот теперь LGD скорее всего не пойдут на него. Соответственно, у нас сырая Егис. Надо дождаться кулдаунов умни слэша. Джиггернаут собирает себе Блокин Бар. Ну, конечно, Орчет очень крутое решение. Вот помнишь, мы с тобой говорили во время пиков о том, что кто здесь Орчет будет собирать. И Джиггернаут решил особо не париться и собрать. И тем самым он сейчас выиграл замес для своей команды. Им, возможно, даже игру, потому что они выиграли замес. Они убили 2 раза Шторм Спирита, они забрали Егис и Сыр. Главное правильно реализовать. Пока что пытаются закрыть Кокверк, но Форстав его спасает. Вырывается в Рилмастер. У него есть ультимейт, есть БКБ, он вообще ничего не боится. Знаешь, что я хочу отметить? На самом деле, все правильно. Потому что ЦМК почти 14, а врыв идет в Герокоптера. На его... Потому что Форстав его спасает Эндерлорд, почему он все время приоритетно спасает именно его, а не себя. А Шторм Спирит занимается грамотным сплитпушем. Немножко не про это, ЦМК-13. Это хорошо, конечно. Другой момент. Вот если посмотреть на пользу от Брюмастера, она была очень большой в этой игре. То есть, вот, посмотри, статистика опять 1.18. Говорит нам об этом, подтверждает мои слова. А если так посмотреть, вот польза от Эндерлорда, он... Он пассивно дает тебе очень много. То есть, видишь, сейчас они, допустим, телепортируются, при этом вот здесь начается какая-то драка, он с собой подрезает... А, эсэфчик тут? Эсэфчик? Ошибочка. Вот это ошибочка. А он просто не ожидал этого выхода. Вот уже и получит Эндерлорд. На самом деле, то есть, он пассивно срезает 40% фронта, из-за того, что не выреживает его подрезает скорость атаки и так далее, он достаточно полезен просто тем, что он живет в драке. Это верно, но он также очень много фарма забирает, были по уровню такие же, как LGD. Здесь бы, скорее всего, уже это закончилось. Но, как мы видим, ошибаются. Вот это даже ошибка от эсэфа. Сейчас, кстати, выталкивают гирокоптера. У гирокоптера еще имеется БКБшка, но ее тут, как бы, даже прожимать ты не очень хочешь. Правда, прожимает. Правда, ты стоишь в когах. И Джиггернаут под Блокенбаром. Шторм Спирит. Сейчас пытается запоксить именно его. Но у него имеется еще Айекис. Омнислэш был потрачен. Выгрызается сейчас в Чена. Блэйд Фьюри. Получает Шторм Спирит у нас Орчид. Но это уже не важно, потому что они идут дальше. И теперь, скорее всего, Джиггернаут также будет погибать. Одна ошибка сейчас стоила столько, Тимак, что... Да, еще врывается Мэйби в Рюмастера, потому что Цемк таки взяла этот талант. Теперь у него просто бесконечные вот эти возможности полета, плодовства и прочего. Поэтому Брёву даже под Шайном. И Гем... Душливый Квощам это минус 5. Это не просто минус 5, это еще минус Аегис изначально был. Минус 6, да. И все это потому, что у одного парня в черном не было Байбека. Теперь, правда, Джиггернаута, Байбека нет. И... Это как минимум минус сторона, причем явно просломает оба барака за это время. То есть даже сделают больше, чем сделали им за всю эту игру. И если СФ ошибется, то Шторм уже с фуллманой он просто въедет. И Герокоптер уже на топ идет. Он просто идет на топ. То есть даже сейчас это слишком, слишком много. Они очень много отдали. Даже если бы они отдали СФ, мне кажется, лучше было бы просто отойти и переждать этот момент. Но они решили драться. Они сами пошли, то есть их уже тогда никто не заставлял. СФ умер один. И сейчас, так сказать, разводят СФ на Блэкенбар. Разультился. Ой, но... Там всего и... Как же неприятно вышло. В итоге СФ потратил БКБ. СФ не потратил сыр. Правда, сейчас, возможно, и заставит его поражать. Сейчас потратит. Потратил, хорошо. Дальше врывается на Ченнесс. Просто как выжить дальше. Даже сыр не спасает СФ, а СФ вот сейчас без байбека. Джиггернаут уже есть. Джиггернаут имеет сомни слэш. Но Underlord увозит всю свою команду. И они отдали две стороны просто бесплатно. Еще и на этом не заканчивается. Забрали только ЦМку. Смотри, короче. Вот здесь Мэби читает телепорт, здесь ЦМка бежит под замедлением под тычкой эмбриумастера. И Мэби отменяет телепорт, чтобы забрать гемку. А то в него вкладывает ЦМка. Потому что важнее унести, чем быстро перезарядить героя. 3 500. В каждую очередь они заработали огромное количество золота. И вот только я сказала на Underlord, что он не такой полезен, как брюмастер на протяжении всей игры. Как один мув, когда они всей командой прилетели на СФ, и СФ ошибается, стоил практически победы этой игры. Ну, на самом деле, две стороны. не знаю, в такой ситуации Тим Макс 22-32, то есть ты вроде выигрываешь, но всю игру ввели. Вроде бы уже и не выигрываешь, вроде уже 7000 перевеса у противника, просто открой график по галде. Шикарная линия. Да. Отзеркалили. Команда Тим Макс, не знаю, команда Тим Макс, это же вообще не звучит. Ну, вот. Тим Макс они. Клаб Макс, так называется. Герокоптер приобретает себя бабочку. Ну, честно говоря, в такой ситуации, вот, например, гнобили Шторм Спирита, но единственный хороший мув против него был, это когда Джиггернаут реально собрал Орчет. Его получилось два раза тогда забрать. Это было здорово. До этого все смерти были там до шестого уровня. Ну, на шестом один раз убили, когда он фармил крипов. И все, теперь его не остановить. Теперь есть талант СМ-очки. И в смоках отправляются у нас ребята из ЛГД. Они понимают, что если они против Аегисов и Сыров так хорошо дерутся, то могут подраться и так. Влетают опять на СФа, но СФа можно и засейвить этот раз. БКБ, телепорты, куда-то просто полетал туда-обратно. Ну ладно, выжил хорошо. Вернулся. Был вообще это замес. Пока просто БКБ выигрывает время. Должен часть раскладываться. Джиггернаута же жмет. Ну, посмотри, что делает. Конечно, очень тяжело пробивать. Он просто расстрелял Бремастериад. Вкатывается Тускар у нас на Чена. С Ченом разделались. Чен сразу же делает байбэк. Бремастерионок развлекает у нас шторма, но недолго музыка играла. Минус СФ, минус Клокверк. Джиггернаут, Омнислэш И они просто справляются в трон. Здесь без Омнислэша делать нечего. То есть, у Бремастера нет ульта, у Джиггернаута нет ульта, у Чена, даже если бы он был, это особо ни на что не повлияло. Накинули Гриммер, однако имеется Вижн, начинает фокусить в Бремастера. Бремастер отправляется в Таверну, Чен после байбэка также будет отправляться туда же. Good Game All Played прописывает у нас Тим Макс и мы поздравляем LGD с хорошей серией 2.0. Знаешь, вот несмотря на то, что выиграли и, соответственно, сегодня все игры свои IG Vitality против этой команды две карты и LGD Gaming против Тим Макс тоже выиграли две карты, я хочу сказать, что я ожидала Тим Макс худшего. Но тем не менее они сейчас по своей статистике имеют 0.03 и поэтому вероятность того, что они выйдут в плывов групп примерно 0. Все очень плохо. И выступали все это неплохо, но вот видишь, проблемы есть небольшие с исполнением и большие проблемы вот иногда просто переклинивают с пиком, потому что это Storm Spirit, он читался, он в итоге заехал и он в итоге наказал. Абсолютно верно, к сожалению, из-за того, что вот такие небольшие проблемы в игре я не могу вам показать статистику после матчевую, поэтому не обижайтесь. Ну, а мы на сегодня заканчиваем. Поздравляем Тим Макс с уверенным проигрышем. Не, честно, они молодцы, вот серьезно. Мне даже понравилось, как Джаггернаут играл. Если эта команда в будущем усилит именно свою макроигру и передвижение по карте, темфайты, я считаю, что у них даже есть неплохое будущее, потому что все-таки против них достаточно известные игроки играли. Эфайон, эта команда и против команды более высокого уровня выступают очень даже неплохо, ну, а тут как бы послабее ребята и у них они дали жару и дали бой. Субтитры создавал DimaTorzok